Без горячей воды сегодня в столице оказались более трех тысяч домов, которые отапливаются котельными, в том числе и санаторий Победа. Как люди отдыхают в пансионате и кто возместит им ущерб, выясняли наши корреспонденты. Мария Левицкая приехала из Ивано-Франковска. Более шести лет она ждала путевку, но вместо того, чтобы подлечить сердце, лишь нервничала. Чтобы помыться, женщина греет воду и жалуется. До отъезда осталось всего неделя, а курс процедур даже не начался. Нам требуют послуги, за которые заплатила нам держава. Это предприятие социального защиты. Купаюсь в холодной воде, не купаюсь, а развожу по себе. Все, и в холодной воде хвора. Петр Журба проработал 50 лет на железной дороге. Перенес две операции на сердце. Ситуация в санатории Аховая, говорит пенсионер. Мне жалко было этих людей, больше 300 человек, которые с особливыми возможностями, которые на колясках. Которые почти все инвалиды первой и второй группы. Среди них есть АТОВцы. Я не мог подумать, что такое нелюдское отношение чиновников киевских до этих бедных, убитых горем и недугою людей. Мужчина рассказывает, когда увидел, как страдают люди, начал просить о помощи чиновников. Откликнулся лишь нардеп Сергей Рудык. Он лично приехал проверить, в каком состоянии пансионат. Вопрос обеспечения горячей водой санатория депутат пообещал поднять на госуровне. Мы приехали из всей Украины инвалиды первой и второй группы сердцевиков, которые имеют проблемы с дыхательными органами. Их никто не хочет слышать. Они обратились к мера, встретилась какая-то человек, которая отвечает за заявление граждан. Они обратились к главе Святошинской администрации, которая подпорядкована эта котельня. Принял начальник управления житлово-коммунального господарства. Тут большинство ветеранов, людей, которые работали в своем жизни. Как минимум, если ты не можешь дать услугу, то выслухать и попробовать помогать. Это минимум, что мог бы сделать в этой ситуации будь-який чиновник. Я не депутат из этого округа. К руководству санаторию пенсионеров претензий нет. Показывают стопку запросов Киевгородадминистрации и Министерской политики. Все безрезультатно. Своими силами администрация разработала смету на остановку автономной котельной. Ее стоимость 8 миллионов гривен. Но выделять деньги не спешат. Было много свернений до контролирующих органов, вместе с Министерством заборгованности в санатории перед передним Киевэнерго, а нынешним КП Киевтеплоэнерго, нет вообще по нулям. У нас даже была переплата за споживание горячего водопостачания в размере 15 тысяч гривен. Как оказалось, проблема отключения воды глобальная. Нафтогаз требует погасить долг Киевэнерго в размере почти 5 миллиардов гривен. Тепловики свои полномочия передали новой структуре теплоэнерго вместе с долгами. И пока чиновники не могут найти компромисс и решить финансовые вопросы, пенсионеры остаются без процедур. Марина Григориан, Сергей Ведмий, подробности телеканал Интер.